Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Деревенский Заколхоз. Сегодня у нас 27 июня. Вчера у нас был сильный дождь. Сегодня уже солнышко выходит. Но сегодня видео о другом. Я хочу снять такой сюжет небольшой. У нас в Голубицкой, кто не знает, стоят машины, предлагают жилье. Если вы едете в дороге, не хотите бронировать, искать, устали. Вот хочу сегодня эксперимент такой провести. Согласится ли кто-нибудь показать мне это жилье? Отвезти. То есть вы останавливаетесь, они вас провожают до жилья. Я не знаю, хозяева это, или они процент имеют какой-то свой. Вот это вот мне интересно, просто чтобы вам было понятно. Есть ли у вас шанс там остановиться в Голубицкой проездом очень легко? Или сразу снять жилье там на 10 суток? И какие там хотя бы примерно условия? Давайте посмотрим. Вот мы подъезжаем к Голубицкой. Сейчас будут эти машины стоять. Обычно их бывает очень много. Вчера был дождичек, они как разъехались немножко. Но такие самые нуждающие люди, конечно, будут работать, будут искать людей. И, конечно, это молодцы. На самом деле, это помощь для людей хорошая. Вот кто в дороге уставший, вы сами знаете, за рулем, когда долго едешь, голова уже будет плохо соображать. Особенно еще и жилье искать где-то в дороге. Тяжеловато. Попробуем. Вот они начинают стоять здесь. Я сначала подойду, снимать не буду, чтобы людей не пугать. Если договорюсь, то прокатимся за ними. Посмотрим, как дела обстоят. А если человек попадется разговорчивый, я сниму его. Вот, подъезжаем. Сейчас будем разговаривать. Как видим, люкс, стандарт, номера, Wi-Fi, телевидение, душ. Все есть, да? Посмотрим. Сегодня, посмотрите, у нас погода такая шикарная, уже разыгрывается. Вчера был ливень, я снимал ролик. А сегодня просто уже очень хорошо. Этот человек у нас не согласился. Ну, понимаете сами, может быть, что-то стесняется или там... Ну, давайте проедем дальше. Я даже думаю, вряд ли кто-то из них согласится. Но сама идея для вас, я думаю, будет полезна. Я хочу еще на море заехать. Вот если оттуда точи не идут, будет вообще хорошо. Посмотрим, как море сегодня, как температура. Сейчас я подойду еще к одной машине и еще к одной. Если никто не согласится, поедем домой. Здесь тоже не согласились. Давайте еще, все-таки попытаемся. Это мне даже самому интересно. Ну, может быть, у людей проблемы какие-то, конечно. Так, женщина точно не согласится, но попробуем. 30 метров до моря. Друзья, я вот еще рискую для вас последний раз. Если, конечно, не согласятся, то я уже умываю руки. Может быть, у людей какие-то, правда, такие свои проблемы. Давайте я подойду. Вот женщина, кстати, выходит. Так. Очень интересно. Мне даже саму интересно. Посмотрите, дом, номера. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. У меня свой канал на YouTube. Называется Деревенский заколхоз. Меня зовут Василий. Очень приятно, Наталья. Вы единственная, кто здесь открылись, вот, поздоровались со мной. Я прошу прощения, можно на YouTube-канал снять ваше жилье или как вы сдаёте? Конечно, конечно. У меня много подписчиков. Я занимаюсь бесплатным размещением отдыхающих. Помощь такая вот для наших гостей. Подбор жилья у моря на любой вкус и кошелёк с радостью. Так. А вот скажите, пожалуйста, это значит, получается, что каждый человек может остановиться здесь около дороги. И к вам можно подойти. Я помогу подобрать жильё на ваш вкус. А можно, пожалуйста, вот мы отойдём сюда чуть-чуть подачи от машин сопроводить. Конечно, конечно. Вы даже, получается, можете, ну вот, как бы человек подъехал, он уже уставший с дороги. Конечно. Во, вообще великолепно. При отсутствии навигаторов, телефонов, конечно. Да-да-да, это важно. А примерно с какого времени стоите утром, вот вечером? Как бывает? Утром, в обед и вечером. И даже ночью. Я ещё раз прошу прощения. Меня зовут Василий. Как вас зовут? Наталья. Наталья, Наталья. Вот, друзья, посмотрите, это Наталья. Запомните, она здесь стоит на Мегане, да? Рено Меган. У вас есть и телефончик свой? Конечно. У меня визиточка есть. У меня есть в Инстаграме страничка. А как называется? Едем на море с Натальей. Едем на море с Натальей. Да. Очень интересно. А вот ещё у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот по ценам, очень люди интересуются по ценам? Это абсолютно нормально. В июне, конечно, цены ниже. В июле это самый пик сезона, когда большая наполняемость гостиниц, ну, в общем-то, побережья. Цены повыше. Ну, в общем-то, от 500 рублей с человека можно найти вполне себе приличное жильё и на расстоянии 200-300 метров от моря. Вообще очень хорошо. Опять-таки, зависит от комфортабельности. Если это двух-трёхкомнатный апартамент или отдельно стоящий домик, ну, соответственно, цена чуть выше. Понятно. А жильё это у вас своё? Или вы как-то... Нет, нет. Я предлагаю жильё вот на побережье. А, то есть, вы не заинтересованный человек, да? Абсолютно. Абсолютно никакой заинтересованности, куда люди захотят. Очень хорошо. Никакой навязанности, пожелания. Друзья, вот это обратите внимание. Вам не будет, вот обмана не будет. Никакого обмана. Всё жильё, которое я предлагаю, я видела своими глазами, оно существует с реальными ценами, с реальными владельцами и с тем качеством, которое я предложила. Вообще шикарно. Да. Вам большое спасибо. Я просто здесь проезжаю, и только вы согласились. Вот это для людей. Это очень важно. Я не понимаю, но я... Можно понять людей, но вам спасибо огромное. Да, на самом деле, многие боятся, потому что кто-то берёт деньги за свои услуги, да, кто-то... Ну, разные же ситуации бывают. Многие боятся, кстати, бронироваться через сайты, потому что не всегда в соответствии фотографий, которые люди видят на сайте, и с качеством. Да, 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 да. Это понятно. Вот такая вот интересная история сегодня, друзья. Посмотрите, я ещё раз вам покажу. Вот номер телефона. Это просто в благодарность, что нам показали, всё рассказали. Да. Какая-то новая, люкса, всё, что угодно. И когда удобно. И вот въезд в саму Голубицку, друзья. Вот можно здесь остановиться. Запомните вот эту красивую нашу девушку такую. Это просто удивительно на самом деле. Я на этом... Если вдруг заинтересует раннее бронирование, то есть написали на WhatsApp, ну, предположим, даже можно вам, да? Да, конечно. Я вышлю массу вариантов с фото, с видеообзорами, с ценами, с расположением на картах и адресами, телефонами владельцев на прямой... А со скольки, да с какие-то можно? В любое время дня и ночи. Это очень важно, когда вы в дороге. 24 на 7 летний период, 24 на 7. Очень хорошо. Только запомните в летний период. Ну да. Да, да, да. А то, знаете, тут найдутся у нас... Ну, дело в том, что зимой у нас буквально 2-3 гостинцы работают, которые вот на круглогодичное, скажем так, для проезжающих в Крым, там, возможно, да? А так, в основном, конечно, летний сезон. Кстати, море у нас сегодня, на сегодняшний день удивляет. В том году были огромные медузы, которые пугали людей, некомфортно купаться было, тело пекло. В этом году их нет. Вот, друзья, вы слышите? Я вам каждый день показываю. Да, бирюзовая чистая водичка, тепленькая, комфортненькая, песочек, ракушка, кто интересуется пляжами. Пожалуйста. Спасибо большое. Огромное спасибо. И да, знаете, хотелось бы отметить, если это важно, войны у нас здесь нет. Очень многие, очень многие боятся, что все-таки мы от границы не так далеко находимся. У нас все спокойно, никаких, по крайней мере, пока поползновений, тихо, мины не плавают, потому что люди звонят, спрашивают, такие ужасы. Все хорошо. Да, да, да. На сегодняшний день все хорошо. И если будет плохо, я никогда вам не скажу, что здесь хорошо. Поэтому... Ну, это понятно, да. Так что вот так. Да. Друзья, я подтверждаю, так и есть. Ракеты не летают, самолеты не летают. Вот эти дни были дожди, но ничего, вроде бы уже восстанавливается погода. Да, сейчас все вообще будет хорошо. Да, надеюсь. Спасибо вам большое. Вы, пожалуйста. Да. До свидания. До свидания. Друзья, это просто чудо. Вы знаете, мне везет все-таки. И в итоге нам с вами сегодня повезло. На этом я попрощаюсь. До свидания. Всем удачи и счастья. Знаете, вот, что здесь есть у нас такие люди. Вам помогут всегда, отведут жилье. Все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok